Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. День матери. Наша съемочная группа поздравила маму участкового. Высокие технологии и спортивные традиции. В Самаре встретили трофей «Игр будущего», которые пройдут в Казани в 2024 году. За эту неделю на город выпало три четверти месячной нормы осадков. Самые обильные снегопады прошли в понедельник и в среду. И вот сегодня погода тоже добавила работы коммунальным службам Самары. Приводить улицы и тротуары в порядок вышли 252 единицы техники и более 3300 дворников. Диапазон работ самый разный. От уборки главных улиц автопоездом до ручной очистки небольших тропинок. Подробнее в нашем сюжете. На улицах и дорогах Самары приоритет отдается расчистке проезжих частей, расширению тротуаров и других пешеходных зон, приведению в порядок перекрестков, выходов на пешеходные переходы, въездов на внутриквартальные территории, а также подходов и подъездам к больницам, образовательным учреждениям и другим объектам социальной инфраструктуры. В частности, у губернского рынка работы по расчистке снега вели с самого утра, чтобы люди еще и могли спокойно закупаться продуктами к выходным. По улице Коммунистической трудится бригада МП благоустройства из четырех человек. Вручную лопатами очищают пешеходные переходы, а помогает дорожным рабочим мини-погрузчик, который, ловко маневрируясь, очищает снег с тротуаров и обочин дорог. Хорошая техника, удобная. По сравнению с МТЗ для тротуаров, а для маленьких объектов, это вообще изумительная техника. Большая техника в снегопад тоже имеет свои плюсы. Тракторы очищают широкие улицы, тротуары и другие пешеходные зоны. Погрузчики загружают собранный снег в самосвалы. На основные транспортные артерии города для расчистки вышли автопоезда. Каждая такая колонна снегоуборочных машин, которые следуют уступам, за один-два проезда может привести в порядок улицы с тремя полосами движения по одному направлению. Значительная часть снега сметается с проезжей части в крайний правый ряд – приладковые зоны дорог. После сметания идут погрузчики или грейдеры, которые формируют снежные валы, прижимая их как можно ближе к бортовым камням. А если имеется обочина, то валы сдвигают на нее для последующего вывоза. В ручном же режиме рабочие очищают подходы к социальным объектам, остановкам общественного транспорта, выходам на пешеходные переходы, тротуары со спусками и лестницами. Кроме расчистки в обязательном порядке ведется противогололедная обработка. С начала снегопадов от ликвидации обледенений и предотвращения образования снежных накатов уже было израсходовано около 1900 тонн противогололедных материалов – галита, песчано-соляной смеси. Всего за минувшие сутки город, включая дороги, скверы, бульвары, парки, набережную, а также внутриквартальные территории, расчищали и обрабатывали 3364 дорожных рабочих и дворников, 299 единиц снегоуборочной техники. Профильные службы используют не только собственные ресурсы, но и привлеченные. В основном сторонние организации предоставляют по договорам самосвалы для вывоза снежных накоплений, разногабаритные погрузчики, уборщиков. Все эти работы продолжатся и в ночь, когда уборка не будет создавать помех движению транспорта, чтобы к утру жителям было комфортнее добираться на работу и по своим делам. Основная задача – это к началу движения транспорта и перемещение жителей от места проживания к месту приложения труда, к рабочим местам, обеспечить возможность перебойного движения общественного транспорта. Поэтому основная работа в основном проводится в ночь. Под утро дополнительно производится превентивная обработка производительных частей антигвалидными материалами, даже не зависит от интенсивной осадки. Не прекращается и работа по вывозу снега на площадки для временного складирования. За эту неделю только с улично-дорожной сети было доставлено уже более 5000 тонн зимних накоплений. В настоящее время прием снежных масс ведут на трех муниципальных площадках. Пока этого достаточно. В дальнейшем планируется задействовать еще четыре частные. Капризы небесной канцелярии держат в донусе и коммунальные службы внутригородских районов Самары. Ресурсы районных служб благоустройства, управляющих компанией ТСЖ, ЖСК, ТСН на этой неделе задействованы максимально. Организована расчистка и обработка дворовых и внутриквартальных проездов, тротуаров, лестничных спусков, входных групп подъездов и придомовых, а также неразграниченных территорий. Координацию осуществляют главы внутригородских районов. Чтобы снегоуборочная техника работала беспрепятственно, владельцам личного транспорта напоминают о необходимости освобождать кромки дорог. По возможности переставлять автомобиль на уже расчищенные места. Коммунальщики просят не оставлять надолго машины и в зоне контейнерных площадок, чтобы вывоз мусора был своевременным. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Ростехнадзор оценил готовность Самары к отопительному сезону 2023-2024 годов. В ходе проверок особое внимание уделили техническим возможностям тепловых сетей, в том числе их перекладки и перевооружению. Более 40 километров коммуникации переложили в этом году в Самаре в рамках подготовки к отопительному сезону. Новые теплосети оснащены системой оперативного диспетчерского контроля, которая позволяет с точностью до 1-2 метров определить локации даже при минимальной протечке труб. Ресурсоснабжающая организация возводила новую большую котельную в Куйбышевском районе, где сейчас продолжают налаживать оборудование и готовятся к пуску. Замену выполнили также и на электросетях, и на системах водовода и водоотведения, чтобы не допустить аварийных ситуаций в городе. Кроме того, подготовлены необходимый запас топлива, резервные источники тепла и электроснабжения, материалы для противоаварийных работ. В жилищном фонде ремонтировали и проводили профилактику систем теплопотребления, включая газовые. Приводили в порядок дымоходы и вентиляционные системы. Также комиссия проверила состояние и оборудование муниципальных и ведомственных котельных, теплоэлектроцентрали и других зданий. Были отработаны вопросы взаимодействия ресурсоснабжающих и управляющих организаций, аварийно-восстановительных бригад. Все это важно для работы в условиях низких температур. Все эти задачи были поставлены главой города в марте этого года. Выполнение позволило раньше обычного срока дать отопление в объекты социальной сферы и планомерно подключать жилые дома. В этом году было значительно меньше обращений жителей на горячую линию по вопросам подачи тепла. Ответственное выполнение подготовительной работы контролировали специалисты Ростехнадзора, которые и выдали городу в качестве положительной оценки деятельности паспорт готовности к отопительному сезону. В течение года всего, значит, большие службы, все службы, которые причастны к предоставлению коммунальных услуг, в том числе и работа в зимний период времени, трудились для того, чтобы город подготовить к отопительному периоду. На сегодняшний день, согласно тех планов, которые сформированы были еще в марте месяце, все мероприятия, которые были включены в данное постановление, они выполнены в полном объеме. Общие цели и задачи. В Самаре прошло совместное заседание Общественного совета и Молодежного парламента при Городской думе. Что обсуждали, расскажет Ксения Баканова. Новое поколение укрепляет позиции в политике. В Самаре состоялось совместное заседание Общественного совета Городской думы и Молодежного парламента. На повестке дня – проект бюджета, который в первом чтении будет слушаться уже на следующей неделе. Мнение общественников, молодежи, наиболее острые вопросы, которые сегодня поднимались, они будут также озвучены на комитете и в дальнейшем при принятии бюджета максимально учтены. С докладом по этой теме выступила заместитель главы Самары, руководитель Департамента финансов Городской администрации Оксана Данилова. Члены Общественного совета отмечают, чем больше людей привлечены к работе над финансовым документом, тем более рациональным он будет. Этот процесс достаточно сложный, но он очень интересный. И хотелось бы, чтобы именно молодые люди принимали в участие в формировании бюджета города и понимали вообще, как он формируется, куда расходуются деньги, для того, чтобы поучаствовать в реализации тех программ, которые на территории города существуют. Наибольший удельный вес в расходах бюджета по-прежнему приходится на социальную сферу. Ремонт дорог, благоустройство дворовых территорий, строительство объектов культуры и спорта. Ксения Баканова, Петр Паломеев. События. Самарская ракета-носитель выведет на орбиту грузовой корабль «Прогресс». Запуск «Союза-2.1а» состоится 1 декабря. На этой неделе грузовой корабль «Прогресс» МС-25 осмотрели специалисты Роскосмоса, оценив готовность к старту. На Международную космическую станцию установка доставит 2500 килограммов грузов. Это вода, сжатый азот, топливо, оборудование, еда для экипажа. Сейчас на станции работают 7 человек. Космонавты Олег Каноненко, Николай Чуб и Константин Борисов, а также астронавты других стран. В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. В отличие от Международного женского дня, когда поздравляют всех представительниц прекрасного пола, в этот день поздравляют матерей и беременных женщин. Съемочная группа событий уже поздравила Татьяну Корчемнову, маму четверых детей, которая служит в полиции в должности замначальника службы участковых по Октябрьскому району Самары. Светлана Тимофеева расскажет подробнее. Майор полиции Татьяна Корчемнова воспитывает четверых детей, троих дочерей и сына. Даже став многодетной мамой, продолжила службу и год назад заняла должность заместителя начальника службы участковых отдела полиции по Октябрьскому району Самары. Я еще в школе мечтала работать тогда еще в милиции. Поставила себе цель, пошла учиться. Будучи еще студенткой, я устроилась в милицию. Ну, по воле судьбы меня привело в службу участковых полномоченных милиции. Понравилось, осталось. И вот так вот уже 14 лет я работаю в этой службе. Старшая дочь Софья заканчивает 9 класс и готовится поступать в колледж. Лена и Ксюша учатся в младших классах средней школы. Пятилетний Сережа ходит в детский сад. Несмотря на службу, которая подразумевает и суточные дежурства, Татьяна успевает вести и общественную работу. Трудности, конечно же, есть. От этого никуда не деться. Бывает сложно распределить время. Ну, стараемся. Честно говоря, я даже не знаю, как у меня это получается. Потому что я состою почти во всех родительских комитетах в школе. У старших детей я была и в садике в родительском комитете. Я всегда во всех мероприятиях школьных участвую. Несмотря на большую загруженность, вся семья старается хотя бы один день в неделю проводить вместе за городом. Это у нас традиция. Мы едем к бабушке, маме, мужа в Кошкинский район, в деревню. А их с моими родителями. И у нас семейные посиделки. Каждую субботу стараемся это делать. Производственный цех. Кто чем занимается? Это фарш делает. Валя яблоки чистит на начинку. Ксюша морковь трет. А бабушка гуся щипает. Все заняты делами. Я блины пеку. На просьбу изобразить свою семью, младшие дети единодушно решают нарисовать сердечки и маму с папой. Старшая Софья написала, что чувствует и чего хочет в дальнейшем. Я хотела пожелать, чтобы красота не кончалась никогда. Также осталось работать в полицейске. Чтобы мама чаще бы пораньше с работы возвращалась, с нами бы больше день проводила. Чтобы она всегда оставалась такой же красивой и доброй, чтобы не хватило терпения на всех нас. Татьяна говорит, что изначально с супругом не планировали много детей, но от судьбы убегать не стали. Пока к новому пополнению в семье не готовятся. Но если появится пятый ребенок, будут рады. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Держать дистанцию и никуда не торопиться. Специалисты советуют с наступлением холодов и снегопадов сменить манеру вождения автомобиля. Что может произойти на скользкой дороге? Детали в нашем репортаже. Ольга Доронина – водитель с 20-летним стажем. Несмотря на большой опыт, год назад попала в неприятную ситуацию. Садясь в автомобиль, не оценила состояние дороги. Действительно выехала на дорогу, садясь за руль. И не поняла, что образовался гололед на дороге. То есть прошел дождь и образовался на асфальте на дороге наст. Такой вот, да, корочка даже больше. И естественно в обычной своей манере начинаю движение, еду, взяла телефон. То есть отвлеклась на какую-то долю минуты, секунду. Тоже нельзя этого делать, да. И меня просто юзом повело транспортное средство и начало бросать на дороге. Потому что я начала тормозить, поскольку реакция была первая такая. В случае заноса резко тормозить не стоит. В противном случае автомобиль может пойти юзом и даже перевернуться. Опытные автомобилисты советуют с наступлением холодов и появлением льда на проезжей части обращаться с рулем плавно, держать дистанцию и никуда не торопиться. Если мы говорим, что уже машина подготовлена к зиме, как минимум с точки зрения того, что машина переобута, в любом случае зимние условия всегда более сложные, нежели летние. Соответственно, вывод. Дистанцируемся, больше делаем дистанцию до впереди идущих автомобилей, больше стараемся работать на прогноз изменения ситуации. Ну и, как бы это не перевернен, казалось бы, это скорость. Чем ниже, тем проще управлять автомобилем. Некоторые автомобилисты с наступлением холодов меняют только одну пару колес. На переднюю ось ставят зимнюю резину, на задней оставляют летний вариант. Или зимний, но худшего качества. Делать этого ни в коем случае не стоит. Передние колеса у нас стоят зимние, а задняя ось у нас осталась на летний. Сделал им скорость чуть-чуть поскромнее, чтобы оставить запас прочности для наших маневров. Ну и в итоге достаточно сомнительное удовольствие с точки зрения стабильности поведения автомобиля. Во многих зарубежных странах ученики автошкол после того, как закончат основной курс обучения, в течение года обязаны пройти тренинг по вождению в экстремальных условиях. Иначе водительские права перестают действовать. Получить опыт действий в критических ситуациях можно и в Самарской области. В Красноярском районе начал работать многофункциональный комплекс для водителей – тренинг «Центр Самара». Здесь, на специально оборудованных модулях, водитель сможет понять, почему и на какой скорости машина может потерять управление, уйти в снос или занос, и как с этим справиться. Также на модулях установлены неожиданно возникающие водные и механические препятствия. С ними упражнения для водителей становятся максимально жизненными, имитирующими реальные ситуации на дороге. Смысл заключается в том, чтобы ученики, начинающие водители, получили опыт действий в критических ситуациях. Происходит это в безопасных условиях за счет того, что здесь используется специальное покрытие скользкое, специальное оборудование. То есть все максимально безопасно, но при этом тот опыт, который они получают, помогает им понять, как справляться с аварийными ситуациями на дороге, а самое главное, как в них не попадать вовсе. Напомним, что с 1 декабря 2023 года автовладельцы в обязательном порядке должны будут передвигаться только на шипованной резине, либо на неошипованных шинах со специальной маркировкой. Уже сейчас сотрудники госавтоинспекции выходят в профилактические рейды. Полицейские напоминают водителям о необходимости переобуться. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Задумке 50 лет. Этот коллектив является одним из самых сильных и ярких танцевальных театров нашего региона. Вырос из маленького ансамбля, и теперь без этих ребят не обходится ни один большой праздник. За плечами сотни выступлений на самых различных площадках не только Самары, но и других российских городов и зарубежья. Какая премьера ожидает зрителей, расскажет Елена Чернявская. Задумке 50 лет. В свой юбилей театра встретил премьеры спектакля «Космическая сага. Невозможное возможно». Постановки объединили выступления живых артистов с анимацией, графикой, новыми технологиями. Они отправляют зрителей в другие миры и счастливыми возвращают обратно. Он получился у нас таким интересным мультимедийным голографическим спектаклем с элементами 3D-шоу. И мы хотели удивить зрителя и показать, что спектакль может быть современным, новым, с использованием новых технологий. Он рассчитан на любую аудиторию, от малого до великого. Он интересен, я думаю, будет всем. Поэтому приходите, увидите. Главному герою суждено совершить невозможное, пройти тяжелые испытания, побывать в разных космических пространствах и спасти родную планету. Мы с удовольствием приглашаем жителей Самары, Самарской области на наш премьерный спектакль «Невозможное возможно» «Космическая сага» 7 декабря в 12.14.30 в КРЦ «Звезда». Билеты можно приобрести на нашем сайте и можно приобрести также билеты по Пушкинской карте. Поэтому всех ждем. Сегодня задумка является обладателем звания «Лучший коллектив России». Национальной премией детского и юношеского танца «Весна священная» лауреатом общественной акции «Народное признание». Елена Чернявская, Игорь Казановский. События. В феврале 2024 года в Казани стартуют первые в мире игры будущего. Это соревнования по фиджитал-спорту, где высокие технологии переплетаются с давними традициями. Какой он, спорт будущего, и много ли в него поклонников, расскажет Галина Топилина. 21 дисциплина, более 2000 участников из 100 стран мира. Игры будущего обещают стать масштабной площадкой, где спортсмены будут состязаться в необычном формате. Фиджитал-футболист Алекс Стиль прошел отборочные этапы и теперь будет выступать в составе команды на играх будущего. Рассказывает, залог победы – баланс между отличной игрой в футбол на приставке и мастерством на реальном футбольном поле. Сначала начинается игра в футбол виртуально, да, все играют, четыре человека играют за приставкой, затем этот же счет, матч которого закончился, этот же счет переносится на игру на футбольном поле и продолжается, и в конце матча общий результат суммируется. Россия первой на мировой арене запускает такой проект. По словам организаторов, будущее за высокими технологиями. Они пронизывают все сферы человеческой жизни. Спорт не может остаться в стороне. Мы знаем, что есть стадионы, есть классические виды спорта, вот эта вот энергия стадиона, но интерес к ней постепенно чуть-чуть начал угасать, я имею в виду у зрительской аудитории. При этом мы видим расцвет киберспорта, видим огромное количество вовлеченных людей именно в эту часть нашей с вами жизни. И, собственно, для того, чтобы уравновесить, поймать вот эту гармонию, развивать человека одновременно в двух измерениях, да, и в физическом, и в цифровом, вот придумали соревнования такого масштаба. Кортеж с трофеем «Игр будущего» стартовал 14 ноября из Москвы. Он проедет через семь городов России и отправится в космос с Байконура, после чего предстанет перед зрителями на «Играх будущего». Для Самары большая честь оказаться в числе городов, встречающих главный трофей соревнований. Такая взаимосвязь новых видов спорта, новых цифровых технологий и новых соревнований в международном формате, который встречает Российская Федерация, надеюсь, даст и новый толчок для развития этих видов спорта на территории нашего региона. Отборочные турниры на «Игры будущего» продолжаются. Принять в них участие может каждый желающий, достигший 14 лет. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События. Слова «Черная пятница» и «Распродажа» две недели находились в топе запросов у россиян. Такими данными поделились аналитики поиска по товарам в Яндексе, изучив запросы последних месяцев. Чаще всего искали бытовую технику, детские товары, электронику и компьютеры. Кроме того, зафиксирован спрос на лекарства, но это связано с наступлением холодного времени года. В категории бытовой техники в два раза вырос спрос на роботы-пылесосы и в полтора раза на мелкую технику для кухни, вроде кофеварок и кофемашин. В три раза вырос спрос на аэрогриле. Детские товары стали искать чаще в полтора раза. Наибольшим спросом пользуются конструкторы и настольные игры. Запросы про электронику и компьютерную технику к «Черной пятнице» выросли чуть больше, чем в полтора раза. Пользователи ищут телевизоры, наушники, умные часы, компьютеры и ноутбуки. Самая большая категория – мобильные телефоны. 25 ноября, в день проведения футбольного матча, в Самаре усилят работу общественного транспорта. На стадионе «Самара-Арена» сыграют команды «Крылья советов» и «Локомотив». Начало матча в 14 часов. Для удобства болельщиков дополнительные трамваи маршрутов номер 11 и 12 будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара-Арена». Также по окончании матча подадут дополнительные автобусы номер 1, 67, 34 и 41, следующие в сторону проспекта Кирова. Они поедут от остановки улица Алматинская. А на остановку улицы Дальняя приедут автобусы маршрутов номер 1 и 67, которые проследуют до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона «Крутые ключи». Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Департамент экономического развития, инвестиций и торговли сообщает, что Банк России приглашает граждан и представителей бизнеса принять участие в опросе о безопасности финансовых услуг. Регулятор предлагает респондентам ответить на вопросы о том, довольны ли они безопасностью банковских услуг и сервисов, с какими видами кибермошенничества сталкивались, а также о том, насколько они осведомлены о правилах безопасного финансового поведения. Результаты опроса Банк России учтет при разработке мер регулирования в сфере информационной безопасности поднадзорных организаций и в работе по повышению уровня финансовой киберграмотности. Ссылка на опрос размещена в телеграм-канале Департамента экономического развития, инвестиций и торговли. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что родителям при рождении близнецов двух и более детей предоставляется единовременная выплата. Необходимым условием ее оформления является постоянная регистрация одного из родителей и детей в городском округе Самара. За оформлением выплаты нужно обратиться в любой офис МФЦ. Также оформление выплаты доступно на региональном портале госуслуг. Самарцы стали призерами всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города», сообщает администрация Самарского района. Анастасия Рожнова вошла в тройку лидеров номинации «Городской каворкинг» с проектом студенческого центра в Техническом университете. Денис Баранов также занял третье место в номинации благоустройства дворовых территорий с проектом вертикальной коммуникации в прибрежной зоне. Студент Политеха разработал проект реновации территории в Самаре в районе дачи Купца Головкина. Проект предполагает устройство лифта и пандусов для маломобильных граждан для спуска к реке, установку дебаркадера, освещение и озеленение территории. Всероссийский конкурс «Идеи, преображающие города» прошел уже в шестой раз. Его итоги подвел Минстрой Российской Федерации. Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых молодых людей, принимающих активное участие в благоустройстве городской среды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова